Уважаемые телезрители, здравствуйте! Мы сегодня продолжаем говорить о коррупции. Совсем недавно мы записывали программу, в которой нам просто не хватило времени обсудить все нюансы этой темы. Сегодня у нас в студии, как всегда, Игорь Поляков. Игорь, здравствуйте! Добрый день! Давайте продолжим. И вот я хорошо помню, как наша прошлая программа закончилась о вашем рассказе о чиновниках. И вот у меня сложилось такое четкое мнение, что бюрократический вот этот аппарат чиновников, он разросся. И наверняка именно он и является причиной коррупции. Я права или я ошибаюсь? В том числе. Мы должны понимать, где чиновники, там, как правило, запрет. Чем больше служащих чиновников, тем бесправнее народ в этой стране. Потому что принцип российского чиновничества – это нет, нельзя отказать. Принцип чиновничества и бюрократии зарубежных стран другой. Чем я могу вам помочь? Вот мне рассказывали случай, пытались даже его как бы муссировать какое-то время. Человек переехал в одну из стран капиталистического лагеря, как раньше говорили в советские времена, на постоянное место жительства, приходит в администрацию, говорит, я хотел бы заняться торговлей, как мне оформить земельный участок, построить там стационарный объект какой-то и торговать. Оставьте заявку. Оставил заявку. Проходит буквально какой-то срок, короткий. К нему приезжают с администрацией и говорят, мы вам подобрали земельный участок, посмотрите, вас устроят. Он говорит, да меня устроит любой из них, что надо. Они такие, ничего, ваша подпись, мы вам все документы подготовили уже, разрешение на строительство, где купить материалы, все сделали. Когда вы будете строиться? Мы хотим уже, ждем, что вы построитесь, и к этому времени, к каким-то приурочим событиям, мы запустим вашу торговую точку. Вы себе можете представить, что приехал с администрации служащий ко мне или к вам, и говорит, чем я могу вам помочь, как вам оформить землю? У нас территория опережающего развития, президентский проект. У нас резидентов свободного порта Владивосток, где-то, условно, говорю, там полторы тысячи, землю оформили только там 20 человек. Они никогда не оформят ее, потому что административный барьер, он для этого и создан был, чтобы все мешать, никому не делать. Там, где очередь, там появляется коррупция всегда, потому что есть запасной вход, тут же появляются вот эти смердящие решалы, которые дышат на тебя ядом сбоку и шепчут, я могу решить, это стоит столько-то. Где очередь в этой стране, всегда коррупция есть. Коррупция – это вот ржавчина, которая покрыла все, всю эту страну. Вот это напыление, как после атомной войны, вот эта вот белая, вот эта гнойная дымка, она везде. Деньги делают, вот ко мне приходят на консультации, слышу, вижу, ничего святого. Деньги делают с социальных программ, с инвалидов, с детей, с сирот, оставшихся без родителей. С них делают деньги на сертификатах. Случай мне рассказывали. Военным, которые долго стояли, ждали жилье, не буду конкретизировать, потому что я же тут не транслятор каких-то преступлений, зачем, по моим данным, сообщения проводить. Мне это не надо просто. Возбегается дом. Чита мошенников, она работала в компании, там, краевой. Он вообще, юристы, второй вообще уголовник отсидел. Двинули всех подрядчиков, которые должны были строить дома, свои фирмы-однодевки залепили, слезали всю пенку, передали тем для строительства, создали ажиотаж, но это долго рассказывать, среди льготников, ну, вот этих военнослужащих, что вы еще и не получите. И брали деньги за очередь. Мне говорили там, я не знаю, как говорили, я не утверждаю, по 10 тысяч долларов. Люди тоже мне говорили, оперативная информация, я не утверждаю, может быть, это все и неправда, но говорили, собрали где-то до 100 миллионов, поехали отдыхать якобы, поняли, что все, правоохранительные органы идут по пятам, все, скрылись, бизнес за рубежом, живут, работают. Почему их в кандалах не приведут сюда? Почему им не предъявят обвинения? Даже дела нет. Почему? Потому что все здесь погрязно, никого не интересуют эти люди, это кругом, это повсеместно, на всем делают деньги. Вот недавно мне рассказывали, тоже оперативная часть информации, но я не хочу сказать, что она секретная. Вот мы все, нефть, газ, национальное достояние. Вот мы не знаем даже, сколько у нас национальных достояний. Стихи бизнеса миллиардные, о которых никто не говорит, но ты туда не залезешь никогда. То есть вся Россия, это вот разрывается, это вот донор, донор, вот эти соски и на весь мир вот эти вот все вот трубы выводят, выводят, выводят. Вот пример доисторические животные. Необычный пример, вы сейчас удивитесь, да какое отношение к нашей теме доисторические животные. У нас в России, вот страна так вот географически расположена, каждый год вымывается десятки тысяч останков доисторических животных. Это шкуры мамонтов, бивни, останки носорогов шерстистых, мне там говорили, там саблезубых тигров, ну и так далее, по перечню вот этого, по леонтологическому перечню. Каждый год. У нас бивень мамонта, единственное лежит в музее Арсеньева, там этот корявый, ржавый, полутораметровый, обломанный. Бивни мамонтов ежегодно вывозятся на экспорт, включая контрабанда, вагонами. Каждый бивень, он килограмм на вес золота. То есть бивень может стоить полтора, два, три миллиона. Их десятками тысяч выводят. Бивни десятиметровые. Весь мир снабжается на протяжении последних особенно 30 лет, вот этой доисторическим, как его оформляют, даже когда закона, типа там, ну я условно говорю, я же не смотрю вот эти документы, как палеонтологический там мусор, да, не ликвид. Музеи мира, частные коллекции, школы в Китае забиты бивнями. Дети и специалисты изучают их. Русский мир доисторический. Наши дети российские изучают вот этих мамонтов, увидят только по учебнику картинку. Да у нас, сколько у нас в городе школ? Сколько лоста? Да у нас в каждой школе должен быть палеонтологический уголок. Вот эти твари воссозданы экспонатами, и дети ходят и видят. У нас ни одного нет, потому что это все поддельно, здесь только рвут. Здесь просто вот у всех кровь, слюни на руках, вот эти на клыках алчные. Это все раздирается. Мы ничего про это не знаем и знать не будем никогда. Вот стоял, кто постарше, помнит в доме молодежи, мамонтенок какой-то там, не знаю, бивни настоящие. И то убрали, наверное, продали в Китай, как это обычно бывает. Ничего нет. То есть, столько коррупция, настолько мощная, все в ней плавает. Россия плавает в этой коррупции. Игорь, скажите, почему не всех коррупционеров в нашей стране привлекают к ответственности? Вот это много можно говорить. Ну, во-первых, не хватает сил. Это, представляете, там, если сейчас начать борьбу, откроем, это десятки, сотни тысяч. У нас аппарата не хватит правоохранительного. Во-вторых, вы не забывайте, что правоохранительные органы, которые выявляют, там, раскрывают, доказывают коррупционные преступления, это тоже политика. И я слышу постоянно о том, что есть готовые материалы, компромат, давайте реализуем. И, как правило, если это касается уже чуть-чуть, вот, эшелона повыше, там сложнее, 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 все вязнет. И, как правило, одни и те же команды, не время, не время. Поэтому тысячи материалов оперативных, они просто загнивают нереализованные. Ну, а как же тогда победить коррупцию? Есть хоть какой-то способ? Да нет борьбы с коррупцией, я же вам сказал. Это имитация борьбы. Имитация, имитатор. Все, не более того. Есть точечная, это не борьба, выявление. Не путайте с борьбой. Борьба в коррупции с коррупцией идет в Азии, в Китае. То есть, каждый год статистика, тысяча первых лиц, которых все знали, любили, фотографии, портреты висели, снимаются, перед грязью замазываются, все, труп расстрелян, расстрелян. Десятки тысяч это с семьями уходят в никуда, в небытие, в колонии на 20-х. Вот это борьба с коррупцией. У нас ее нет и не будет. У меня есть очень хороший пример на эту тему. Хунчунь, понимаете, даже не какой-то Китай далекий от нас. Вот приграничный Хунчунь, когда ты едешь на экскурсию в аквапарк или уже куда, я не помню, гиды всегда рассказывают одну и ту же историю. Дорога, по которой мы едем, говорит нам гид, вот однажды чиновник сэкономил 5 сантиметров дороги с одной стороны и 5 сантиметров с другой. То есть, делал ее несколько уже. А дорога, на секундочку, и без того шикарная, ну для нас это просто идеальная дорога. Так вот, его расстреляли, а домик, который он построил себе на эти сэкономленные 10 сантиметров дороги, сносят. И мы проезжаем этот дом. И ты, когда это слушаешь, ты понимаешь, вот в голове один вопрос. Что? Что? 5 сантиметров дороги, понимаете, да? Идем дальше, Игорь. Получается, что победить коррупцию в нашей стране невозможно? Да, невозможно, потому что коррупция на сегодняшний день это какой-то мир. Это большой мир, он другой, параллельный мир. Страна запараллелена. Это вот мир крысиного царства. Там крыс миллионы этих. Есть крысины, там, вот как вот помните в щелкунчике крысины, король там крысины, крысы. И борьбы почему еще нет, по всей видимости. Вот помните, чем это мультики закончилось все? То есть, когда кто-то дунул, крысенок лопнул, крысеныш лопнул, 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 все, начало лопаться. Вы представляете, если схватить, дать на съедение не того крысеныша, он же лопнет, он же начнет писать. Они же все умные, изворотливые, но трусливые. Он же начнет строчить и рассказывать про этих, этих, этих. И все начнут рассказывать. Это через год лопнет ФСБ или УВД от того, сколько они друг на друга и крысиное царство рассказывают. И это все начнет взрываться. Значит, не время. Значит, крысиное царство будет процветать, возможно, вечно. Это страшно, ведь это все очень тормозит развитие страны. Конечно, тормозит развитие страны. Возьмите страны Азии. Почему они процветают? Они еще 40 лет назад считались развивающиеся страны. Не каплагерь, не соцлагерь развивающиеся. Это сейчас мощные страны. Борьба с коррупцией. Она делает свое дело. Так там, условно говоря, миллион и на миллион построено. У нас, вот то, что построено за миллион у них, будет построено за 5 или за 10 миллионов. Ну, приведу пример. Сколько у нас делали дорогу вот по Дусу-Дискам, там вот эти 10 километров? Ее делали лет 15? Очень долго. В Китае всех предпринимателей, которые, ой, я не придела, денег не хватило, не достроил, у меня уставной капитал фирмы 10 тысяч рублей, фирма брошена, я ее продал там другим людям, там бомжам каким-то, которые на самом деле на тот момент уже умерли, подписи. В Китае все, 9 грамм в затылок или в висок всех предпринимателя, зама, чиновника, который подписывал эти, а который деньги перечислял, они все были расстрелены. Дорога Дальхенпром. Знаете, Дальхенпрома, она трасса, которая по Шамаровской дороге. 4 километра, вот здесь было скандальное дело, его никто не освещал, я слышал о нем со всех сторон, и ко мне приходили, консультировались, я просто возмущен был. 4 километра, 120 миллионов, и она брошена была и не достроена. Вы сейчас сказали пример с Хунчунем, 4 сантиметра, тут 4 километра за 120, в Китае эту дорогу сделали за 20 миллионов, здесь за 120 не могут сделать. Город вынужден был еще дофинансировать, чтобы ее закончили. О чем мы вообще говорим? Так это ладно, я помню, мне рассказывали, большой проект национальный, заходит компания, обоснование, у них каталоги, сметчики мощные, 120 миллиардов, ну плюс-минус, 120 миллиардов, все делаем под ключ, компания профессиональная, специализирована на этом. Все бы ничего, но заходит другая компания, говорят, нет, за 120 нельзя сделать, 220 миллиардов. Те говорят, это не может быть, 120 мы все сделаем гарантированно. Все, отстраняется, выигрывает компания, которая заявилась на 220 миллиардов. 120 миллиардов, это сразу кто-то положил. Вы представляете, 120 миллиардов, это не сверхприбыль, это откровенное хищение. Коррупция как бы модифицируется тоже. Вот сейчас мощная коррупционная волна идет по стране, это благоустройство территории. Не беру наш регион, а вот западные регионы, центральные. Казалось бы, в чем коррупция? Ну, каждый год проводятся сотни контрактов, аукционов, и одни и те же фермы выигрывают на сменить брусчатку, фонарь, фасадную часть города. Потому что уже амортизация, так якобы срок годный, срок вышел эксплуатации. Она нормальная, абсолютно, ее не надо менять. Но ее меняют, тут же перепродают за гроши или списывают, это сотни, десятки миллионов. И тут же ложат новую. Так каждый год можно ложить, делать то, что делать не надо. Вот стол каждый год мы можем его менять, хотя он нормальный, телевизор. На это из бюджета выходят миллиарды. То есть одни и те же компании работают, а в чем коррупция? Компания, которая не дает объявления, ищу работу, как все по России, работы не хватает. А у одних компаний, у некоторых компаний на миллиарды, миллиардные обороты, они меняют брусчатку, грубо говоря, каждую неделю. Чего не надо? Проводят по налогам все это, белый заработок, дальше распоряжается компания как хочет. Тот чиновник, который оформлял это все, или группа чиновников, получает откат. Когда это миллиарды, вот сходу, то есть просто на бюджете, на законных сделках, не надо ничего воровать. Ты уже после обеленного вот этого заработка, с прибыли это называется, с прибыли компании, ты получаешь свои сотни миллионов. Люди озалачиваются, это по всей стране. То есть заводи свою компанию, потому что чужим там не место. Ты можешь зайти, но тебя тут же выдавят, победит вот именно. Все знают заранее победителей. Почему я и говорю, что на сегодняшний день Россия это именно рассадник расхитителей. Коррупционеры это те же расхитители. Форбс, вот все говорят, да. Вот в Форбсе 120 миллиардеров, да что же это такое? Подождите, вы поймите, 120 миллиардеров это как раз вот эта верхушка, которая белые бизнесмены. Потому что в Форбсе публикует там ряд требований, однозначных, которые не перебьешь. Для опубликования и признания тебя миллиардером. Ты должен быть чистым белым миллиардером с прибылью. Который сам заработал. Который сам заработал. Основные это вывод за рубеж, там триллионы миллиардеров. Потом криминальный бизнес, чиновничный бизнес. Когда чиновник выясняется, что он там миллиардер. Но он не сможет никогда доказать, откуда этот доход. Он не публикуется в Форбсе. Их тысячи людей, русских миллиардеров, которые должны быть в Форбсе, никогда не будут. Поэтому не надо думать, что 120 человек. Их не 120 человек, их гораздо больше. Почему коррупционеры всего мира, почему сейчас в России объявлены еще там, ну я не про санкции говорю, так называемый коррупционный бойкот. Назовем условно так. Даже насколько я слышал, в декабре там какие-то банки европейские готовы предоставить информацию о сомнительных сделках. Но все молчат в России. Потому что это бомба будет, Хиросима будет, если они такое сотворят. Не нужно этого делать никогда. Потому что коррупционеры всего мира уже боятся русских коррупционеров. Они коррупционеры всего мира какие-то осторожные были. Они чего-то боялись. Когда они видят, как грабят, разграбляют страну, они боятся уже другого. А чем это все закончится? Страна-то северная, страна варварская, как они считают, дикая. Там еще, это не просто там богатыри Руси или там панфиловцы. У них сейчас там атомная бомба. У них там, как начнут в какой-то момент это стрелять. Да бог, это бесконтрольно все может быть. Нельзя столько выводить. Коррупционерам всего мира стыдно за наших коррупционеров. Вы вдумайтесь. Они как бы стараются особняком держаться. Да, они говорят, коррупционерам всего мира стыдно за наших. Игорь, получается, что нашим-то коррупционерам это выгодно всем. Ну, то есть, коррупция, получается, выгодна всем участникам этого процесса. Конечно, выгодно. Ну, вот смотрите, ДВФУ. Кто только ко мне и в каких объемах не приходили, собирайте. Один пример приведу. Строился ДВФУ, там стройки и саммит АТФ. Вот, все гордятся. Построили. Не знаю, сколько его построили. Его можно было построить в несколько раз дешевле. Люди когда-то приходили на консультацию, когда их зажимали, на хвост наступали в ФСБ. В основном ФСБ. У ВД тоже был отдел, отдел собран по линии БЭПа, по саммиту. Но я не знаю, какая его была эффективность. Я думаю, он был бумажный отдел, ничего они там не раскрыли. У ФСБ иногда получалось. Так вот, приходили испуганные, мне рассказывали. Вот вся стройка, она была поделена как бы секторно. 10 миллионов. Выделено, условно говоря, на вот этот сектор. Я, к примеру, говорю, 10 миллионов. Построено все за миллион. То есть, генподрядчик, подрядчик, субподрядчик, субсуб, 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 делают узбеки. Неквалифицированные люди, просто дикие бригады. Неправильно сказать. Там и узбеки, и русские, дикие бригады. в какой стране мира можно сметы утвердить и прогнать и все осталось все в законе из 10 миллионов сделано на миллион и было этого достаточно изначально это как может быть мне говорили как там строили цементировали этом фундамент в какой-то части там какого-то корпуса его нужно по какой-то технологии там одна там какая-то фракции что-то смеси сразу залит погода плохая нельзя потому что срочно с деньги надо будет выводить поступать начнут нужно со всеми делиться одна машина заехала 2 3 испугался сказал я не буду это преступление все рухнет я другого нашли тут же залили как попало я помню это не буду говорить конкретно тоже там полигон нужно было забункеровать мой знакомый поехал в японию там разработал чертежи нам за несколько месяцев все готов 150 миллионов там 20 или 30 прибыли сделали его как кота с этого аукциона облезла вышвырнули зашла фирма которая уже знали что она победит за 500 миллионов сделала эту работу в какой стране мира работает 100 миллионов оценивается в 500 поэтому у нас нет денег на проекты все говорят не хватает бюджет треска бюджет там дефицит все трескается все в ржавчинах не хватает так правильно не хватает там где можно сделать за рубль вы ставите 10 это в какой стране мира такое возможно конечно невозможно и вот вы говорите можно ли бороться с этим всем да нельзя бороться вы поймите россия это элеватор там зерновой кормовой и он весь забит вот этими свиными коррупционными рылами вы только видите вот эти зады их вот эти уши волосатые там дергаются трясутся дергаются вот эти щеки они там хрустают хрюканье там они там голотают это все вы хотите у них их от этой соски оторвать от этого вымени которая называется доход россии или россия вас просто ликвидируют я знаю случай когда мне рассказывать человек не туда залез и оказался коррупционный там момент а когда бизнес на миллионы долларов цена человеческой жизни ничего не стоит этих следовков сколько их постреляли прокуроров сколько их по россии если брать особенно 90 2000 только там многомиллионный бизнес что стоит заказать человека это ну если не берем там конечно там богодулов которые по знакомству и без бутылки водки реально это 300 от 500 тысяч до нескольких миллионов все и нет проблем и вы хотите у них эту кормушку оторвать этого просто не получится вы поймите мы все сейчас на сегодняшний день россия она разделилась на два лагеря вот как в семнадцатом году да почему такая была кровавая мясорубка друг друга даже и не понимали и ненавидели друг друга почему ненавидели друг друга они они реально на сегодняшний день вот наши коррупционеры их же целое царство это же если взять если взять россию как вот песочные часы да классические да вот которые школьные вот мы здесь все и я здесь понятно у меня больше дохода чем у вас я не говорю что я там малоимущий я не малоимущий но то что вот в эту горловину я никогда не пройду здесь уже другой мир их не тысяча не 10 тысяч их миллионы это здесь собирают по смс ком умирающими там девочки деньги это там уже все ездят там спец борта там умирающий котенок любимый питомец его повезут супер джетом там во францию лечить у них рай у них гламур у них связи они не понимают искренне чего вы еще хотите от от правительства там от власти вам все дают у вас все есть ну хочешь бери там покупай у нас все благо страна в прорыв стране а вы все это ноете поэтому у них же другое сознание их таких миллионы я помните мы затрагивали в передачу вопроса вот этих соцсетях вот этих детях которые они не зажрались они уже другие и у них друзья другие у друзья друзей другие и от этого мы видим неосторожное высказывание чиновников миллионеров они все миллионеры сейчас же все сканируется до сидит там женщина там из руководящего состава часы до 5 миллионов да можно даже не надевать часы у женщины на лице все на письме да ну она разумеется бедные служащие это все дети у нее там мультимиллионеры долларовые вот и вот эти неосторожные высказывания чиновников это что же уже следствие того что все мы разделены на вот классы поделены а их высказывания какие государство вам ничего не должно нету денег экономьте покупайте макарошки тогда пенсионеры хватит сидеть на шее у государства хватит ныть что вы еще хотите по данным на денег нет на выдержите по данным национального какого-то опроса какое просто продел люди выходящие на пенсию умирают вам государство дает еще пять лет возможности поработать работайте что вы ноете все у вас столько возможностей вы и так все работаете незаконно с высоток налоги не берут ну идите работайте россия вперед кому не нравится валите из страны и проваливайте на все четыре стороны россия для патриотов патриотов миллионеров это люди уже другие они реально рассуждают по-другому размышляют они не понимают почему учителя недовольны до учитель уже по сто тысяч получает врач по сто тысяч получает что вам еще надо вот печень вот этих благ все есть же то есть они не понимают что перечень благ и к нему приложение перечень людей для которых эти блага они думают что все тут получают так искренне они с надрывом это говорят с трибун ну еще целый перечень все изменилось в этой стране и на сегодняшний день мы когда говорят можно ли еще бороду опять все к теме бороться кто будет бороться мы это население это хоббиты босоногие с луком и стрелами вы будете бороться против этого мордора вот этой цитадели черной там свой мир с пушками там силовиками с властью там действительно мир там рай но здесь стена ты что-то сделаешь против нее да ничего ты не сделаешь тебя не будет существовать физически через после команды за десять минут ты не будешь существовать тебя просто никто не увидит никогда и все тихо будут пастись кушать поэтому траву имеется ввиду игорь на ответе фильмах бывают хэп-энды вот и мне интересно уже под конец нашей программы узнать у вас а как лично вы борете с коррупцией боретесь не вообще да конечно нет я не боюсь коррупции не собираюсь бороться я адвоката на адвокатура не возлагаются такие функции борьба с коррупцией это удел специальных там структур органов в том числе и правоохранительных органов но как показывает практика зачастую задерживаются чаще и чаще за коррупцию тех кто должен бороться с ней поэтому я уже тут ничему не удивляюсь игорь но я не верю что нет просвета в этом тоннеле что вы можете сказать заключение нашей программы вот поймите у меня я не чиновник государственных которые вот по бумаге там все хорошо радужно оптимистично я вам говорю как бы с другой стороны на все эти процессы на эту так называемую борьбу я могу только констатировать то что на сегодняшний день коррупция перешла со зла абсолютного когда все или практически все понимают что это грех это преступление это гадость вот это гидро которую надо душить перешла такими философскими категориями говорю перешла в раздел зла относительного то есть когда кто-то говорит это зло кто-то говорит коррупция это благо и смотря смотря с какого угла ты на нее смотришь если со стороны снизу вверх там уставшего уже уже обессиленного раздраженного озлобленного порой обнищавшего население народа пускай не обнищавшим но люди которые уже видят что и больше нельзя заработать какой-то предел у всех потолок ничего не развивается конечно это зло если это там сидишь у тебя радуга у тебя счастье у тебя все есть ты страдаешь от того что ты не знаешь что купить ты все можешь купить позволить себе конечно для тебя коррупция это благо вот вам и ответ сможете ли вы победить коррупцию кто вам это даст победит эту коррупцию вам не дадут это сделать потому что это благо уже это самое самое правильное как кто-то думает это в этой коррупции творить добро то есть в школу передать там 10 тысяч рублей просто написать там ай лавью россия это же добро это что же вот о них и говорят там их же десятки тысяч мы тоже делаем пользу для россии и кто откажется до от этого не считай или так же сделай на коррупции деньги и твори добро и давай пользу делайся пользу россии давай рабочие места здесь очень все взаимосвязано поэтому отвечая на ваш вопрос я его перефразирую коррупция это добро или зло вот и ответим мы в зависимости от того у кого сколько благ в зависимости от того в какой части песочных часов мы с вами находимся ну мы с вами находимся ближе к земле игорь спасибо вам большое за эти две программы на тему коррупции было очень интересно и лично от себя хочу добавить можно сказать дать такой небольшой совет тем кто находится в верхней части песочных часов как выразился игорь но давайте хотя бы на благотворительность будем тратить те самые миллиарды потому что есть очень много людей кому это действительно нужно но это лично от меня с вами была алина кузина и программа ваш юрист до скорых встреч а